Осетры являются членами семейства осетровые, в которое входит почти два десятка различных видов. У осетровых по бокам есть ряды бронеподобных костяных пластин, но их скелеты — это хрящ, а не кость. Осетры встречаются в северном полушарии, в основном в крупных пресноводных озерах и реках, но некоторые виды также попадают в океан. Они способны вырастать до огромных размеров. Самым крупным из всех осетров является белуга, который может вырастать в длину до 4,5 метра, а весит около 1,5 тонны, хотя имеются неподтвержденные сообщения о двухтонных монстрах, длиной до 9 метров. Это действительно самая крупная пресноводная рыба. На втором месте стоит калуга, длиной до 5,6 метров и весом до 1 тонны. Третьим среди самых крупных и массивных осетров Северной Америки является белый осетр. Самый большой из зарегистрированных, достигал длину более 6,1 метра и весил почти 816 килограммов. Белый осетр встречается в североамериканских прибрежных водах от Аляски до Нижней Калифорнии, а также в пресноводных водоемах до Монтаны. Он сероватого или коричневатого цвета с бледным прыжком. В дополнение костяным доспехам и хрящевому скелету, у осетра есть хорда, примитивный предшественник позвоночника, в которой встречается только еще одного животного, миноги. У него нет зубов, у него плохое зрение и во многом он зависит от своего обоняния, чтобы тщательно исследовать темную подводную среду. Крупные осетры питаются в основном мелкой рыбой, но поменьше поедают мелких ракообразных, моллюсков и даже насекомых, используя трубчатый эластичный вакуумный рот, чтобы всасывать пищу со дна моря. Белые осетры проводят большую часть своего времени в океане, но заплывают в реки, чтобы добраться до места нереста. Они настоящие морские долгожители. Самый старый из зарегистрированных прожил 104 года. Во время нереста, который происходит ночью, несколько самцов могут бороться за одну самку. Нерестящиеся самцы недократно трутся своими головами, а бока самки. Их головы становятся красными и иногда кровавыми от трения по костным щиткам самки. Из-за этого же трения брюшки самки также становятся розовым или красным. Нападают ли осетры на людей? Осетры не могут укусить, так как у них нет зубов. Они питаются путем всасывания пищи. По вкусу и осознанию добыча определяется четырьмя чувствительными усами перед ртом и системой датчиков на нижней стороне их длинной плоской морды. Осетры не нападают на людей, в рамках их естественного поведения в летние месяцы, они часто выпрыгивают из воды, поворачиваются на бок и приземляются с громким шумом. Как и олени, сбитые машинами, выпрыгивающие осетры иногда попадают в лодки. Большой осетр может весить более 40 килограммов, поэтому удар о быстро движущийся катер может послужить серьезной травме как у пассажиров, так и осетров. Существует несколько теорий, почему осетр выпрыгивает из воды. Одна теория заключается в том, что прыжки помогают рыбе выравнивать давление в плавательном пузыре. Выпрыгивая, они могут достигнуть нейтральной плавучести. Другая теория заключается в том, что прыжки могут быть формой общения осетровых. Третья, осетр таким образом пытается избавиться от миног. У большинства взрослых осетровых есть один или несколько старых шрамов от миног и нередко можно увидеть шесть или более миног, прикрепленных к одной рыбе. Какова бы ни была причина, исследователи согласны с тем, что прыжковая активность должна быть важной, так как расходуется значительная энергия для выпрыгивания крупного осетра из воды. Осетр, как правило, выпрыгивает на протяжении летних и осенних месяцев. Прыжки чаще встречаются в середине лета в реках, когда осетр голодает. Поэтому прыжки не имеют ничего общего с кормлением. Прыжки происходят интенсивно на рассвете и в сумерках, и реже между ними. Люди получали травмы, связанные с прыжками осетров. Травмы возникали, когда выпрыгивающий осетр вступал в прямой контакт с людьми и когда люди реагировали, чтобы избежать столкновений с выпрыгивающим осетром. Подобные записи о травмах не велись до 2006 года. Согласно имеющимся данным, в 2006 году 9 человек получили ранения в результате прямого контакта с выпрыгивающим осетром и 2 человека, когда их лодка врезалась в опору моста, после того, как они свернули, чтобы избежать столкновения с выпрыгивающим осетром. В 2007 году 9 человек получили ранения в результате прямого контакта с прыгающим осетром, а один человек утонул после того, как его выбросило в воду, когда лодка, на которой он плыл, отклонилась, чтобы избежать удара с осетром. В 2011 году 6 человек получили ранения в результате столкновений с осетрами. 2 июня 2012 года женщина получила серьезные травмы после того, как осетр перепрыгнул через ее лодку на реке Сувони и сбил ее с ног. 31-летняя Бриана была со своим мужем и сыном на их лодке, когда она сломала себе обе руки, ключицу и несколько ребер и получила травму печени и лица. Бриана и ее муж плыли на лодке со скоростью 25 миль в час, когда из воды выпрыгнула 30-килограммовая рыба и сбила женщину за борт. Десятилетний сын смог направить лодку к женщине, когда ее муж вытащил ее из воды. После инцидента женщина по воздуху была доставлена в больницу, где проходило лечение. В марте 2013 года 58-летний Хуан Ву поймал рыбу, когда находился в Южном Китае. Но когда он попытался вытащить свою удочку, его потянули в воду. Огромная рыба утащила его в реку, после чего он исчез под водой. Позже спасатели обнаружили его тело, вымытое на берег реки. Согласно первоначальному отчету Чэнь Вань, который ловил рыбу вместе с ним, сказал, «Некоторое время он разговаривал с нами, а в следующую минуту его утащила огромная рыба». 2 июля 2015 года Осетр убил пятилетнюю девочку и ранил ее мать и старшего брата. Все трое были на лодке на реке Сувони, когда огромный Осетр выпрыгнул из воды и ударил их. Чиновники идентифицировали мертвую девочку, как Джейлон Риппи из Трентона, штат Флорида. Она была переброшена по воздуху в больницу в Генсвилле вместе со своей матерью, 31-летняя Таня Риппи и ее 9-летним братом Тревором. Мальчик получил перелом руки. Мать получила травму лица, в основном вокруг глаз. Джейлон и ее семья были на лодке друга, а Осетр ударил их, когда они помогали другу вытащить лодку из воды возле пандуса. Чиновники сказали, что Джейлон – это первая зарегистрированная смертельная жертва на реке Сувони. В том же году несколько других людей были ранены в результате прыжков в Осетрол. Вот в принципе и все о нападении Осетрол. Подписывайтесь на канал, если не подписались и до скорой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok